Мы очень много встреч проводим на рынках, в разных населенных пунктах, на севере, на юге. И повсюду нам задают люди этот вопрос, переживают, что будет с патентами, что многие работают по патентам и сейчас хотят отменить патенты нынешней власти, заставить людей регистрировать индивидуальные предприятия, вести всю бухгалтерию, покупать кассовые аппараты. И люди не могут себе этого позволить. Вот, ну, если коротко, то мы против отмены патентов. Мы за то, чтобы люди имели возможность и дальше работать по патентам, по крайней мере, пока не будут созданы какие-то альтернативные возможности для трудоустройства. Потому что сейчас, если эти меры принять, то тысячи людей по всей Молдове окажутся на улице или не смогут вообще торговать. Вот смотрите, в Коголе, ну, во-первых, здесь все жалуются, что рынка нет, что местные власти не создают условия для торговли. Ну, кроме того, вот там продают, допустим, на развес яблоки, помидоры. И женщина говорит, ну, как на каждый килограмм помидора буду выпивать кассовые ячейки? Это невозможно. Это уже не работа будет, а непонятно что. То есть сейчас вполне приемлемые условия. Люди платят в месяц какую-то плату за патенты, делают отчисление в социальный фонд, отчисление в фонд медицинского страхования. Это нормально. Если кто-то где-то, пользуясь патентами, нарушает закон, использует эту систему для уклонения от уплаты налогов, то люди в этом не виноваты. В этом виноваты органы, которые занимаются налоговым администрируемым. Они должны наводить порядок, правоохранительные органы. Но вот так вместе с водой выбросить ребенка, убить вообще всю эту систему, потому что кому-то лень работать и напрячься, это неправильно. Они говорят, что мы в Европу идем, якобы европейские правила вводим. На самом деле это обман. Вот в Европе, я тоже бывал на рынках в Европе, в разных городах, в селах, там нигде не видел кассовых аппаратов. Просто люди стоят, торгуют, заплатил, получил товар, пошел дальше. Вот эту систему надо все это оставить. Если, повторяю, кто-то нарушает, их нужно привлекать к ответственности. Но не убивать всех этих людей, тысячи людей по всей республике. Я вижу здесь и корыстный интерес тех, кто связан с властью. Они хотят забрать у тысяч небольших торговцев вот эти финансовые ручейки, направить их в какие-то более крупные потоки, в свои торговые центры. И заполучить и эти деньги. Но то, что при этом пострадают все потенщики, все торговцы по всей Молдове, их не интересует. А по-вашему, почему приведет рост безработицы, чем чреват для экономики рост безработицы в условиях, когда мы и так находимся в кризисе? Это просто еще больше усугубит. Опять же, мы куда не приезжаем, власти не афишируют это, они там рассказывают какие-то сказки про свои успехи. Но на самом деле, везде нам говорят, что закрылось это предприятие, закрылось это. Повсюду закрываются предприятия. И вот эта мелкая торговля, одна из последних, может быть, возможностей людей хоть заработать какую-то копейку. Они, ну это бедные люди, это никакой не бизнес, это просто способ выживания. Это точно не бизнес. Если у них еще отнять и это, то, ну, будет у нас еще несколько тысяч отчаявшихся и безработных людей. Но это неправильно.